Уважаемые коллеги, у меня самая такая тяжелая ситуация, предопреденная ситуация, то есть все уже устали. У нас были замечательные доклады, я считаю. А то все потом к тебе придут запуганные, то хватается за тем просто, когда выступаешь перед перерывом, собираешь максимум популярности. Так, вот хорошее предложение, я сразу говорю спасибо, если кто-то будет задавать вопросы. Мы в прошлом месяце издали книгу, посвященную 40-летию нашей кафедры под названием «Зеленая экономика и цели устойчивого развития». Вот эта книга. Да, она посвящена 40-летию нашей кафедры академикам Теград Сергеевичем Качепуровым. И здесь я хочу поблагодарить Сергея Дмитриевича, потому что мой учитель и основатель моей кафедры, он воссоздал в Советском Союзе вольное экономическое общество. Так что Сергей Дмитриевич замечательно продолжает вот эти, так сказать, традиции, которые заложила академика Теградуров. Так что вот эта книга размещена на сайте экономического факультета НГУ. буквально несколько, так сказать, комментариев в связи, вот, так сказать, с требованиями и с новыми вызовами и технологиями. Вот Руслан Семенович, который нас, по-моему, погинул, да, вот ссылался на Стиглица. У Стиглица тоже есть замечательная книжка «Стиглиц-7», значит, она есть на русском языке. Поэтому, неверно оценивая нашу жизнь, почему ВВП не имеет смысла. Вот эта попытка как-то вот двух нобелевских лауреатов по-новому посмотреть на развитие, и обратите внимание, там очень сильный акцент на устойчивости, переход к парадигме устойчивого развития. На самом деле, эта парадигма признана в качестве основного для человечества в 21-м году, эта парадигма устойчивого развития, так сказать, разработанного ООН, ее поддерживается Семерный банк, организация экономического и сотрудничества развития, ее, так сказать, все основные документы подписаны Россией, но вот это, как бы сказать, новый дополнительный вызов, то есть понятно, что в 21-м веке надо, так сказать, следовать парадигме устойчивого развития, как будет чувствоваться экономика. И вот здесь, в плане образования, технологий, огромное количество вызовов. Вот я здесь просто перечислил некоторые новые модели экономики, которые не просто теоретические модели. На основе этих моделей экономики новых уже формируются стратегии развития Европы, Америки, страны организации экономического и сотрудничества развития. Вот здесь я просто кратко перечислю с точки зрения технологии, какие требования предъявляют новые виды экономики. Зеленая экономика, абсолютно новые требования к природному капиталу, так сказать, его сохранению поддержки. Циркулярная экономика. Но это для нас сейчас, наверное, экономика номер один, это проблема отходов. А как сделать из открытой экономики, линейной экономики, вот такую замкнутую экономику? То есть это уже и социально острая проблема. Низкоуглеродная экономика, то есть это климатические изменения, о которых я еще хочу скажу. Биоэкономика, абсолютно новые требования к биотехнологиям. То есть это уже, так сказать, проблема будущего, вот здоровье, о чем нам очень интересно говорили. Появилась синяя экономика, это экономика, так сказать, прибрежных территорий океанов. И я еще раз подчеркиваю, что в европейском обществе чуть-чуть стратегии программы развития этих видов экономики на 30-е годы, на 50-е годы. Есть уже программы стимула, механизмы экономической поддержки и так далее. То есть это вот уже, как бы сказать, новая экономическая реальность. А я хочу только сказать вот о проблемах, так сказать, вот низкоуглеродной экономики. Во-первых, вот когда обычно говорят низкоуглеродная экономика, это вот дополнительные виды энергетики, солнце, ветер, значит, уход от низкоуглеродной, от, так сказать, от высокоуглеродных источников. Конечно, для России на ближайшие десятилетия, я думаю, это не самая, так сказать, острая проблема. На мой взгляд, когда мы говорим о низкоуглеродном развитии для России, это проблема вообще сокращения вот этой высокоуглеродного характера. Когда в стране 50% энергии потребляемой пускается на ветер, то ясно, что вот как-то такой высокоуглеродной экономики и переход к низкоуглеродной экономике это новые технологии, низкоуглеродные, которые вот энергоэффективность, энергосбережение. И вот мне кажется, что мы сейчас недооцениваем, что будет происходить даже в ближайшие десятилетия. То есть вы видите на этом слайде вот как бы цитаты, вот можно сказать, месячные давности. АРМФ, значит, Международный валютный фонд объявил о программе увеличения углеродных налогов. Вы видите, так сказать, с двух тонн, с двух долларов за тонну в настоящее время для членов, кстати, России тоже член, до 75 долларов на одну тонну к 30-му году. Абсолютно новая реальность. Вы представляете, что новые налоги, новые виды конкуренции, если у вас высокоуглеродный, так сказать, экспорт, который мы сейчас имеем, то это пошлины, налоги, барьеры и так далее. То есть мало не покажется. Вторая цитата связана с деятельностью новых приоритетов для банков. Вот вы видите цитата из главы Банка Англии Марка Карни, а каждый теперь, значит, вот банк должен оценивать свой портфель инвестиций с точки зрения, в том числе, низкоуглеродности. Вот вы видите здесь слово дивестиции, кстати, в мире наблюдается бегство, в буквальном смысле, инвестиций из высокоуглеродных, в том числе уголь, нефть, газ, вот низкоуглеродные виды деятельности. И это такое уже преоблевло довольно катастрофический характер. В качестве вот демонстрации, вот здесь, мне кажется, были на нашей динарной сессии очень убедительные, как сказать, цифры, вот тенденции развития российской экономики, вот скорее антиустойчивой тенденции, потому что если мы говорим про парадикоустойчивость России, конечно, сложилось отлично, это включая, такая модель экономики, вот обратите внимание на то, что будет очень важно в ближайшее время, выбросы парниковых газов. Кстати, месяц назад мы ратифицировали Парижское соглашение, и хотим мы или не хотим, мы должны играть в эти игры. Вот я не призываю сейчас обсуждать, есть изменение климата, нет изменения климата. Есть замечательная старая английская пословица, я в последнее время ее очень люблю, так сказать, цитировать, хоть Сергей Дмитриевич говорил, что нужны новые пословицы, вот новые пословицы, в жизни, так сказать, есть только, так сказать, одна альтернатива, или вы сидите за столом, или вы находитесь в меню. Вот, так сказать, в России, вот то, о чем я говорил, новые модели экономики, я боюсь, что мы можем оказаться в меню, а лучше, конечно, сидеть за столом и, как бы сказать, по крайней мере, реагировать на те экономические вызовы и на новые модели экономики, которые сейчас очень явно формируются в мире. Ну, мы уже про это говорили, вот новые показатели прогресса. Единственное, я хочу сказать, что Россия формально с 1 января 2019 года произошла технологическая революция, Россия перешла на концепцию наилучших доступных технологий. Что из этого получится? Куча барьеров, куча проблем, но тем не менее формально, так сказать, Россия провозгласила эту переходку. По-моему, это означает, да, что нужно заканчивать. У меня остался в конце очень веселенький такой, так сказать, слайд вот с целью устойчивого развития. Вот уже многие докладчики говорили, что, на мой взгляд, одна из основных проблем – мы не видим нашего будущего. Вот, а какая модель будущего? Вот я на прошлой неделе был на очень интересной конференции, значит, Конгресс по устойчивому развитию под названием «Наше общее будущее». Рэдисон, внук Рокфеллера, Норвежская принцесса, огромное количество министров, депутатов, там, значит, взнос от 25 тысяч до 150 тысяч за участие. Но я как бы на правах спикера. И вот, вы знаете, я не услышал слов «буды России». А какая это вот наше общее будущее? А какая модель? У нас есть замечательные законы о стратегическом планировании и так далее, но вот, как бы сказать, вот сформировать вот это будущее, и вот мне кажется, вот эти вот цели устойчивого развития, вот посмотрите, это такая очень интересная сейчас концепция, это как бы оболочка взвешенной для устойчивого развития как совокупности с балансированной экономикой, общественной природой. Потому что, к сожалению, в России, как так говорят, устойчивое развитие имеют в виду экономический рост на базе ВВП, точка. На самом деле, мир понимает устойчивое развитие экономики, устойчивое развитие абсолютно по-другому. То есть, это такая взвешенная, сбалансированная, так сказать, вот, модель развития. Так что, мне кажется, что уже в мире, вообще, в детских садиках обсуждают вот эти 17 целей, вот эти красивые картинки, что это такое, как это используются. И на мой взгляд, в том числе и для России, мне кажется, это такая хорошая платформа для разработки, на самом деле, программы в будущем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.